Продажа «Лада Веста» стартовала на российском рынке в ноябре прошлого года. За январь-февраль 2016-го было куплено более 4,5 тысяч автомобилей. Цена седана «Веста» начинается от 514 тысяч рублей. Сейчас «Лада Веста» производится только по предварительным заказам. Уже расписан весь апрель. Хорошая машина не ожидал, что так себя проявит на дороге. Так о «Лада Вести» отозвался Владимир Кошелев, председатель совета директоров корпорации «Кошелев». Несколько кругов по испытательному треку и новинка «АвтоВАЗа» завоевала еще одного поклонника. Машина очень сбитая, такая прям цельная. Это просто совершенно другая машина. Очень отзывчивая руль, очень плавный ход. Мне нравится. Получаешь удовольствие от вождения. Я пока, вот я сижу, я даже не знаю, к чему придраться. Удививаю, очень понравилась эта новая коробка автоматическая. Я вообще не чувствую переключения. Плавность хода просто идеальная. И садился в вазовскую машину, а это как будто и не вазовская машина. Семья Кошелевых в свое время ездила на многих вазовских моделях. Были у них и «восьмерки», и «девяносто девятая», и «десятки». В наши дни Владимир побывал за рулем разных иномарок. Но вазовская новинка его приятно удивила. «Машина достаточно хорошо проглатывает все неровности на дороге. Очень достойный, мне понравился хороший салон. Поэтому машина очень-очень такая достойная. И внешне нам очень понравилась. И особенно цвет вот этот, он такой завораживающий». На этой машине потенциальному покупателю достаточно проехать один раз. И он уже влюблен в автомобиль. Как и я, признается Владимир Кошелев. Шанс стать обладателем новинки есть у каждого. Конкурс корпорации Кошелев уже стартовал.